В текущем году, 12 июня, была зарегистрирована самая массовая гибель рыбы на реке Ньоман, выше по течению от плотины Грудненской ГРС. На протяжении, как потом было установлено, порядка 30 километров погибла речная рыба. Сообщение поступило в адрес Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающих среды 12-го. В середине дня от населения выехали специалисты Гродненского областного комитета, государственные инспекции охраны животного и растительного мира при президенте. Обследовалась территория, обследовались возможные источники загрязнения реки Ньоман. Таких источников установлено не было. Повторно проводились работы и 15 и 16 июня явных источников загрязнения. Попадания каких-либо отравляющих или загрязняющих активных веществ обнаружено не было. Когда показали, что все источники антропогенные чистые, в районе реки Котро, Синокомплекс, Сахарный завод, кислород высокий и водные беспозволности, рыба вся живая, а рыба находится вся мёртвая выше реки Котро, где она впадает на расстояние 20-25 километров. Поиск был сконцентрирован там. Это оказался болотный массив. Болотный массив характеризуется повышенным содержанием железа и гуминовых веществ, которые связывают и окисляются с потреблением кислорода. В условиях грозы растворимость падает кислорода, и кислород весь упал. Именно в той точке. А дальше пошла ядерная реакция по всему. Работать кионовые бактерии было нарушено, которые окисляют органику. А когда работают кионовые бактерии, они окисляют органику до СО2 и кислорода. А когда они нарушены, то выделяется сероводород. Продолжение следует...